Брюссель делает ставку на тепловую энергию недр земли для производства электричества. Европейский геотермальный проект Брюжео, объединивший специализированные компании и ученых, стремится повысить долю этого ценного ресурса и неисчерпаемого источника чистой энергии в городском потреблении. Эксперты исследуют складки рельефа, пульсации объема земной коры и составляют геокарту бельгийской столицы. Мы пробурили около 45 скважин в столичном регионе, чтобы изучить потенциал грунта. Мы используем подпочвенный слой для накопления энергии на определенной глубине. Эти ресурсы могут быть мобилизованы во время отопительного сезона, а также для охлаждения в летнее время. В этом районе под названием «Туры такси» почти все крупные здания используют геотермальную энергию. Примером другим служит Брюссельский институт управления окружающей средой. Здесь обустроены 8 скважин глубиной до 87 метров. Но как узнать, можно ли извлекать тепловую энергию недр в конкретной зоне? И как определить глубину бурения? Приложение «Брюжио Тул» помогает ответить на все эти вопросы. Наша карта охватывает весь столичный регион. У приложения есть несколько функций. С его помощью можно выполнять трехмерную визуализацию недр и даже проводить виртуальное бурение. На основе этих данных разрабатывается технико-экономическое обоснование. Хорошо известно, что здесь, в Бельгии, на глубине 10 метров температура грунта составляет около 12 градусов. Тепло, собранное из почвы, подается в систему отопления зданий благодаря геотермальному тепловому насосу. Общий бюджет «Брюжио» составляет чуть более 1 миллиона евро. Почти половина суммы поступает из европейских фондов. В проекте также участвуют университеты и исследовательские центры. Руководитель «Брюжио» уверен, что проект поможет преодолеть многие препятствия, например, восполнить нехватку данных на пути развития геотермальной энергетики в Брюсселе. При этом для того, чтобы геотермальная энергия была действительно устойчивой, Земле нужно дать возможность восполнить запасы тепла, которые из нее выкачиваются. Необходимо убедиться, что калории, которые извлекаются зимой, компенсируются естественным образом в течение лета. И здесь важно учитывать геотехнические свойства грунта, потому что глинистая почва, например, или песчаная восстанавливают запасы тепла с разной скоростью. На фоне климатического кризиса и роста тарифов на ископаемое топливо в Брюсселе отмечается резкий спрос на геотермальные установки.